МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех зрителей и любителей активного образа жизни. Канал Спортлист и я его ведущий Тен Валихан снова с вами. В 2017 году, как мы обещали, мы продолжаем рассказывать о самых массовых событиях в любительском спорте. И запускаем рубрики с советами по спортивной экипировке. Ну что, поехали! Любители бега буквально выбежали навстречу новому 2017 году. Утром 1 января в роще Баума прошел уже традиционный для южной столицы новогодний алматинский марафон от экстремальной атлетики. Роща встретила за снеженными тропинками порядка 350 спортсменов, которые бежали полный марафон в 42 километра, полный марафон в 21 километр и кросс в 7 километров. Кто-то бежал, а кто-то шел. Последователи скандинавской ходьбы прошли бодрой походкой 7 километров. Как первые, так и вторые почувствовали на себе прелесть зимней трассы. Дорожки, засыпанные снегом и местами покрытые наледью, это далеко не подготовленная трасса с чистым асфальтом. Да и холод дает о себе знать. Именно поэтому от выбора обуви в большей степени будет зависеть, продолжите ли вы тренироваться зимой, чтобы не уходить в спячку до наступления весны или нет. Любители бега, в которых не останавливает ни снег, ни холод, как никогда спасет правильно подобранная обувь. Зимние кроссовки – неотъемлемый помощник в преодолении дистанции. Для того, чтобы бег зимой не превратился в борьбу с холодом и скользкой дорогой, мы расскажем вам, как правильно подобрать кроссовки и на что нужно обратить внимание. Артем Якупов, спортсмен-любитель, марафонец, ультрамарафонец, расскажет о всех тонкостях непростого выбора. При выборе кроссовок для зимнего бега следует учитывать три важных фактора. Это сцепление с поверхностью, непромокаемость и защита стоп от переохлаждения. Для достижения наилучшего сцепления с поверхностью следует выбирать кроссовки с протектором. Для этого подойдут кроссовки для пересеченной местности. Высоту и глубину протектора можно выбирать в зависимости от сложности вашей трассы. Если ваш бег проходит по поверхности с большим количеством льда или заледеневших участков, то рекомендую выбирать кроссовки с специальными шипами. Если вы не нашли кроссовки с шипами, их также можно изготовить самостоятельно. Инструкции есть на ютубе. Либо использовать специальные накладки резиновые с шипами, которые тоже продаются во многих магазинах. В зимних кроссовках вместо привычной беговой сетки, которая есть в летних кроссовках, используют различные типы мембран. Самый известный из них это гортекс. Цель мембраны не допустить попадания внутрь кроссовка жидкости или слякоти или влаги, но при этом хорошо выводить пот и испарение наружу. Если ваши стопы склонны мерзнуть сразу после выхода из дома, то рекомендуется надевать немного более теплые носки, чем летом. Для этого можно использовать не только беговые носки, но также носки для зимнего трекинга, так как они тоже имеют свойство выводить пот наружу и не задерживать в себе. Если вы любите бегать по особо заснеженным участкам и снег порой доходит выше щиколотки, то сверху на кроссовок можно одеть специальное приспособление, которое называется гейтер. Это специальная накладка гетра, которая не допускает попадания снега внутрь кроссовка. Согласитесь, мокрые ноги во время пробежки не дадут полноценно насладиться беговыми зимними пейзажами. Теперь вы знаете, какую действительно обувь нужно брать, чтобы бегать зимой так же, как в любое другое время года. Если вы готовы запастись парой кроссовок для зимних тренировок, загляните в магазин «Спорт Айдея», в котором большой выбор для искушенных спортсменов. Подходящая обувь позволит вам не только комфортно тренироваться, но также во всеоружии участвовать во всех сезонных забегах. Самый ближайший из них – это зимний забег «Алматы-марафона», который пройдет 25 февраля в парке «Первого президента». Регистрируйтесь, приходите и поборитесь за призовые медали. Ну, с лучшей обувью для бега мы разобрались. А что же выбрать из одежды? Не перегреться и не переохладиться во время зимних пробежек. Нам поможет удобная, а самое главное – специальная спортивная экипировка. Любая спортивная форма здесь не подойдет. Правильный выбор нам помогут дать рекомендации от спортсмена-любителя Артема Якупова, который пробежал уже не один зимний марафон. При беге в холодную погоду рекомендуется надевать несколько слоев одежды. При температурах от 0 до минус 5 одевайте один слой снизу и два слоя сверху. При температурах ниже 5 градусов рекомендуется одевать два слоя снизу и три слоя сверху. О слоях мы сейчас поговорим. При беге в холодную погоду возрастает риск заболеть, потому что наше тело активно потеет, а пот остывает, что может привести к простудным заболеваниям. Именно поэтому нижний слой должен выполнять функцию эффективного потовыведения. Для нижнего слоя чаще всего используются кофты с длинными рукавами из синтетических материалов, которые не накапливают пот в себе и эффективно выводят его наружу. Второй слой выполняет функцию утепления организма, но при этом такие ткани, как флис, они не накапливают, опять же, пот в себе, как хлопчатобумажные материалы, а эффективно его выводят. Третий слой нужен для защиты от внешних условий. Проще говоря, ветровка или виндстоппер. Защищает бегуна от снега, от ветра или от дождя, что тоже бывает зимой. На голову рекомендуется одевать легкую беговую шапку, и в отличие от шестяной, она не приведет к перегреву головы. Самое уязвимое место бегуна зимой – это шея. Специально разработанный баф сохранит шею, опять же, от ветра или от холода. Зимние модели производятся с специальным утеплителем. Ну и, конечно же, следует засветить руки, так как руки подвергаются воздействию ветра. Для этого используются специальные перчатки из, опять же, легких и теплых материалов. И помните, что бег в особо холодных температурах ниже 15 градусов не рекомендуется. Он приносит больше влида, чем пользы. В такие дни лучше заменить бег на что-нибудь другое. Например, комплекс силовых упражнений или растяжку. Любители активного образа жизни не обходятся без похода в горы. Выезды на природу или же в заповедники. Зимние пейзажи всегда завораживали и вдохновляли на различные спортивные развлечения, чтобы согреться и получить заряд бодрости. Ну и чтобы вместе с живительной энергией вам через обувь не прокрались, влажность и, как следствие, холод, нужно правильно подобрать ботинки. Мы вместе с Артемом Якубом отправляемся в магазин «Спорт Айдея», где мы, как эксперты любительского спорта, расскажем и покажем вам, как правильно подобрать обувь для похода в горы. Ботинки для трекинга подобрать на самом деле не так сложно. В зависимости от того, будь ваш поход по обхоженной тропе, по новому маршруту, в зависимости от длительности похода, нужно подобрать индивидуально разные ботинки. Обратите внимание на высоту ботинок. Чем выше высота ботинок, тем больше идет фиксация вашего голеностопа. Соответственно, чем длиннее будет ваш поход, чем тяжелее будет ваш рюкзак, чем более необхоженней и сложнее тропа, тем выше должна быть высота ботинок. В ботинках для зимнего трекинга очень важный фактор – это сопротивляемость материалов внешним условиям. И поэтому многие производители используют в ботинках разные типы мембран. В принципе, мембраны такие же, как мы рассматривали в обзоре зимних беговых кроссовок. То есть это гортекс, либо аналогичные материалы. Для утепления используются шерсть, мех и прочие материалы. То есть ботинки для зимнего трекинга должны быть теплыми. Ну и, конечно же, при выборе зимних трекинговых ботинок самое главное – это удобство. Обратите внимание на три фактора. Первый – это длина вашей стопы. Ботинок для трекинга должен быть на несколько размеров, на 1-2 больше, чем ваша стопа, чтобы впереди пальцев оставалось место. Тем самым на спуске у вас не будет сдавленности пальцев и дискомфортных ощущений. Второй фактор – это ширина ботинка. То есть производители выпускают несколько моделей для разной ширины стопы. Используйте знания о своей стопе при выборе ботинок. Ну и третий показатель, по которому следует выбирать – это объем, занимаемый стопой внутри ботинка. На этот показатель влияют такие анатомические характеристики, как свод стопы, расстояние между пальцами, объем пяточной кости. Выбирайте более свободный ботинок, объем которого можно регулировать шнуровкой. Ведь даже самый маленький дискомфорт, ощущаемый вами в магазине, принесет большие проблемы в самом походе. Мы поделились с вами практическими советами и надеемся, что они вам пригодятся и будут вами использованы. Вам уже не терпится испытать себя и новую экипировку? Тогда мы вас ждем на зимнем забеге 25 февраля в парке Первого Президента. Не забудь пройти регистрацию на сайте Алматы Марафона. Подписывайтесь на наш канал. Делитесь с друзьями видео, комментируйте, пишите новые темы для освещения. Мы обязательно все покажем и расскажем. Встречаемся на канале Спортлист. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok